Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Актуальный диалог». Сегодня гость нашей студии Надежда Федоровна Слятникова, начальника отдела участковых и полномоченных полицией и подразделения по делам несовершеннолетних Великогостикского отдела полиции. Тема нашей встречи – дистанционное мошенничество. Мы много говорим об этом, но устюжание продолжает попадаться на уловки злоумышленников. Надежда Федоровна, здравствуйте! Добрый вечер, уважаемые телезрители! Добрый вечер, Ирина! Надежда Федоровна, расскажите нам, пожалуйста, какова вообще статистика по фактам дистанционного мошенничества в нашем округе на сегодняшний день? Ну, если смотреть с 1 января этого года, то уже на сегодняшний день в нашем районе возбуждено 14 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренных статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – это мошеннические действия. Давайте расскажем о последних случаях дистанционного мошенничества. Последние два случая – это очень громкие. Два гражданина нашего округа перевели деньги свои, свои денежки и кредитные деньги. Мошенникам в сумме почти 4 миллиона рублей, то есть каждый перевел порядка 2,5 миллионов. Они инвестировали свои деньги, играли в инвестиции, значит, вкладывали, хотели добиться, наверное, какой-то прибыли, но вот получилось все наоборот. Получилось, что теперь долги? Да, теперь долги, причем суммы действительно очень большие. Граждане – это пенсионеры. Один гражданин инвестировал свои деньги, они ушли за границу, это где-то Великобритания, значит, куда и как, пока вот неизвестно, то есть этим занимаются у нас оперативные службы. Но кроме этого, вот во всех случаях, в обоих вот этих случаях, таких громких, да, все мошенники связывались через какие-либо мессенджеры. В основном это через мессенджер WhatsApp, то есть начинали переговоры, вот вести через этот мессенджер, и людей убеждали, вот эти, инвестировать свои деньги, и, в общем, затягивало их это. Вот, кстати, да, тоже хотела уточнить у вас, вообще на какие чаще всего уловки мошенников попадаются наши люди? Граждане, да, нашего великостивского округа любят играть на биржах, это вот первый вид мошенничества. Второе, это вот вкладывают инвестиции куда-либо, да, чтобы добиться какой-то прибыли. Значит, следующий метод это, значит, когда звонят правоохранительные органы, сотрудники служб, банков и так далее, и говорят, что их счета, что-то происходит с их счетами, деньги у них там мечены, переведят на резервный счет. Вот это следующий третий тип. Дальше, и развивается такой тип, когда через какой-либо мессенджер, ватсап, либо телеграм, звонят мошенники и уверяют граждан о том, что их сим-карты имеют какой-то краткосрочный период действия, просят ввести коды различные, и таким образом получают доступ к госуслугам. Ну, а в наших госуслугах, вы знаете, что у нас там и паспортные данные, ну, и СНИЛС, ну, и вся-вся информация, которая, в принципе, которой достаточно для каких-либо мошеннических действий. Вот эти основные признаки у нас. А какая вообще профилактическая работа с населением проводится с сотрудниками полиции? Каждый четверг – это единый день профилактики, да, очень много полицейских задействовано. Мы ходим по квартирам, раздаем памятки, проводим беседы. С нами участвуют вот в таких рейдах, да, я бы сказала, это добровольно-народная дружина, пенсионеры МВД. У нас сейчас на практику проходят студенты вузов МВД, вот они участвуют. Учащиеся школы – это правоохранительные классы, Великоустевский многопрофильный колледж. Это у них в этом году, да, открылся там профиль правоохранительной направленности. Каждый четверг они с нами вот ходят, вручают памятки, ведут беседы. То есть мы под подпись даже с людей вот так. Дальше, когда госуслуги оказывают, да, это выдача паспортов, регистрация, там транспортных средств. То же самое, когда люди обращаются к нам, мы тоже ведем с ними параллельно, выполняя какие-то свои обязанности. То есть мы параллельно еще раз даем им памятки и также проводим беседы. И вот тоже это. Дальше мы выходим в трудовые коллективы, тоже ведем беседы. Сейчас вот объявлен конкурс управлением образования от одесских рисунков. Стоп-мошенник. Ну, там не только рисунки будут, там будут видеоролики какие-то, социальные проекты, может быть. Кроме этого, когда приходят люди, вот обращаются к нам с какими-то заявлениями, сообщениями. То есть на все, когда мы даем ответы гражданам, мы туда тоже вот эти все листовки, все памятки приклеиваем и так далее. То есть выступаем везде. Значит, на сайтах на каких-то Великого Устьского муниципального округа, на своих сайтах, да, вот то есть нашей полиции везде это мы прописываем. Но, к сожалению, волна идет такая, что она практически захлестнула. Вот практически каждый день мошенничество совершается, и суммы огромные. То есть это не две, не три тысячи рублей, это они исчисляются даже не десятками тысяч, да, а сотнями. То есть вот вчера вот у нас было мошенничество, там 490 тысяч, это тоже очень много. Метод, конечно, он уже, как бы так сказать, устоявшийся, когда позвонили сотрудники правоохранительных органов и сказали мужчине 46-го года, что ваши деньги меченые, и их нужно перевести на резервный счет. Это его накопления были личные, 490 тысяч, и он перевел. И ведь нереально вернуть-то. Очень тяжело такие преступления раскрываются. Оперативные службы, конечно, у нас работают, они и учебу проходят. Но, да, не все преступления у нас раскрываются. Очень многие так и остаются нераскрытыми, потому что, к сожалению, эти все деньги уходят далеко не в Россию, они уходят за ее пределы. И раскрывать такие преступления очень тяжело. Как действовать, если тебе звонит мошенник? Как себя вообще уберечь от дистанционного мошенничества? На что нужно обращать внимание? И как понять, что тебе именно мошенник звонит? Ну, конечно, когда мошенники звонят, во-первых, они звонят неоднократно. Если вот человек, например, не берет трубочку своего телефона, то есть они будут продолжать звонить все чаще и чаще до тех пор, пока не дозвонятся до этого человека. Если они с вами говорят и просят что-то, разговаривают с вами о ваших деньгах, то уже какой-то должен быть у человека сделан такой вывод, кто интересуется денежками, это ваши деньги, то есть интересоваться своими накопительными средствами можете только вы и никто, никакое третье лицо. Никогда не надо верить первому звонку, всегда надо придерживаться трех юристов. Есть такое правило, три юриста или три врача, то есть если тебе поставили один диагноз, проверь его у другого человека и так далее. И, может быть, ты найдешь правду. То есть не надо там сломя голову бежать, переводить куда-то деньги, потому что вот тот мужчина, который перевел 490 тысяч рублей, он же уехал даже в город Котлас. Понимаете? Для того, чтобы перевезти. Да, то есть ему сумма-то, видите, большая, 490 тысяч. То есть он денежки здесь у нас заказывал в банке, снять он не смог всю сумму, и его вот так мошенники довели до города Котлас, и там он это снял и все перевел. Вот давайте попробуем на конкретном вот этом случае разобраться, да? Вот ему позвонили, да, сказали, что под угрозой... Что это правоохранительные органы звонят. Что он должен был сделать, чтобы не попасться? Ну, я считаю, что уже когда вот идет речь о ваших сбережениях, нужно самому прекращать разговор. Нужно просто выключить телефон и больше на эти телефонные звонки не отвечать. Ну, не отвечать. Потому что с той стороны люди довольно опытные и грамотные. Они даже хорошие психологи. Они могут уговорить. Даже если сотрудник полиции рядом находится и говорит, что это мошенники, многие граждане нам не верят. Причем говорят, что это наоборот. Мы мошенники. То есть вот так бывает, людей запутывают. Даже если ты разговариваешь с человеком, и очень тяжело его. Вот одно только – это отключать свой телефон. И все. Больше не разговаривать. Если начинаем мы разговаривать, то сто процентов, что попадемся. То есть если мы будем продолжать разговор с ними, то, я не знаю, может, немногие могут удержаться от какого-то соблазна или где-то ненавязчиво что-то передадут. Ведь они разговор ведут таким красивым голосом, поставленные голоса. Речь у них понятная, внятная. То есть люди учатся вот этому. Надежда Федоровна, вам спасибо огромное за уделенное время, за такую полезную информацию. Мы всегда рады видеть вас в нашей студии. Приходите к нам еще. До новых встреч. Всего доброго. До свидания. Дорогие друзья, это была программа «Актуальный диалог». До встречи в следующих эфирах. Всего доброго. Будьте бдительны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова